Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду, в День памяти преподобного Макария Великого, за богослужением читается отрывок из Евангелия от Матфея, глава 11 стихи с 27 по 30 и рядовое чтение от Марка, глава 12 стихи с 28 по 37. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время она, приступль-ка Иисусу, иди над книжник, и, слыша в сундуке, истязающийся с ним, и, видев, яко добре, отвеча им, вопроси его. Иисус, иди над книжник, и, видев, яко первейший всех заповедей, слыша Израилю, Господь Бог ваш, Господь един есть. И возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем умом твоим, и всею крепостью твоею, сея из первая заповедь, и вторая подобно ей, возлюбиши ближнего своего, яко сам себе. Больша сию и на заповедь несть, и речи ему книжник, добре учителю, воистину рече, яко един есть Бог, и несть ин разве его. И ежелюбите его всем сердцем, и всем разумом, и всею душею, и всею крепостью, и ежелюбите ближнего, яко себе, боли есть всех всесожжений и жертв. И Иисус же, видев, яко смысленно отвеща речи ему, недалечие сию от Царствия Божия, и никто же смеюше к тому Его вопросити. И отвещав Иисус глаголоша, уча в церкви, како глаголит книжницы, яко Христос сын есть Давидов, тойбо Давид рече духом святым. Глагола Господь Господи ве моему, сиди одеснуй меня, донди же положу враги твоя подножие ногам и твоима. Сам убодавит, глаголит его Господа, и откуда сын ему есть. И мног народ, послушавши его сладость. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время приступил к Иисусу один из книжников. Слыша их, прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? И Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль. Господь Бог наш, есть Господь единый. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше из сих заповеди нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме его. И любить его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия. После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слышало его с услаждением. Две важных темы затронуты в сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры. Первая – о наибольшей заповеди в законе. Вторая – о том, кто же такой Христос. Христос – слово греческое. По-еврейски оно звучит как Машеах или Мессия. Мы неоднократно слышали в Священном Писании, что Господь не дозволял ученикам провозглашать его Христом до тех пор, пока он не наставил их в истинном понимании своего служения. Потому как необходимо было радикально изменить их представление о Христе. Самым распространенным титулом Христа был титул «Сын Давидов». За этим скрывалось чаяние народа о том, что однажды явится наследник царя Давида, который уничтожит врагов Израиля и поведет народ к завоеванию всего мира. Эти ожидания мы встречаем на страницах Евангелия. Слепые, просящие прозрение, кричали ему «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». И когда Господь входил в Иерусалим, то, что мы читаем у евангелиста Матфея, народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Ассанна, сыну Давидову, благословен грядущей во имя Господне, ассанна вышних». «Ассанна» означает «спаси нас», то есть «спаси нас, сын Давидов». Но Господь открывает ученикам и фарисеям иное значение Мессии. Он цитирует первый стих 109-го псалма «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй у меня». Все понимали, что этот стих говорит о Христе. Спаситель указывает на то, что Давид называет Христа Господом. А значит, он не просто сын Давида во плоти, он Господь Давида, ибо Христос – Сын Божий. Этим Спаситель говорил иудеям о том, что пришел в мир объединить людей не силой оружия, а силой любви, которую он ставит на высшее место во взаимоотношениях между Богом и человеком. Эти взаимоотношения и есть вера или религия. Господь цитирует слова книги «Второзаконие». «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Это значит, что мы должны отдать Богу всю любовь. Любовь, которая владеет всеми нашими чувствами и направляет наши мысли и поступки. Вера начинается с любви, представляющей собой посвящение жизни Богу. Вторая заповедь, которая по словам Христа подобна первой, цитируется Господом из Снеги Левит. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш». Наша любовь к Богу должна проявляться в любви к людям, ибо человек есть образ Божий. Поэтому по-настоящему мы можем любить человека, лишь полюбив Бога. Святитель Лука, воин Есенецкий, писал, «Тем, кто не верит в Бога и ни во что духовное, одна только правда важна. К одной только правде стремятся они». Какой правде? К правде земной, к правде человеческой. Только о ней помышляют они. И действительно, как часто любовь в нашем мире заменяется некой правдой, некой справедливостью. Но правда земная и правда Божия, как правило, отстоят очень далеко друг от друга, ибо мир заботится о телесном, в то время как христианин должен заботиться о вечной душе человека. Быть подлинно верующим значит любить Бога и любить людей, которых он сотворил по своему образу. Но любить Бога и человека не туманно и сентиментально, а полностью вручив себя Богу и посвятив свою жизнь практическому служению людям. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, натяну повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok